Здравствуйте! Недавно отмечался 25-летний юбилей единственного в своем роде отечественного ансамбля импровизационной музыки, который называется «Три О». Сегодня у меня в гостях бессменный участник этого коллектива, знаменитый музыкант, мастер игры на духовых инструментах Сергей Летов. Здравствуйте, Сергей Федорович! Добрый день! Скажите, пожалуйста, как изменился проект «Три О» с момента своего основания? Ну, собственно говоря, проект «Три О» практически свое развитие прекратил. Казалось, что для музыкантов, заслуженных и маститых, участие в проекте, который почти не приносит никаких материальных доходов и мало участвует в какой-то концертной или фестивальной жизни, он представляет какой-то, скорее, интерес ностальгический. То есть между юбилеем «20 лет Три О» и юбилеем «25 лет Три О» прошло всего несколько концертов. Поэтому, наверное, мы не можем говорить о том, что мы как-то развиваем этот проект. Мы его как бы законсервировали и извлекаем его в юбилейные дни из какого-то кармана. Ну, тогда немножко о прошлом. Во-первых, я не очень, кстати, понимаю, он существовал с перерывами или вот непрерывно? Или это тоже трудно сказать? И непрерывно, и прерывно. Нельзя сказать, что проект «Три О» постоянная концертная деятельность существовала вот ежедневно. В самом начале, конечно, он был значительно более интенсивный, то есть жил какой-то очень интенсивной жизнью. То есть мы вступали раз в неделю или чаще. Но постепенно, постепенно, конечно, к этому где-то в середине 90-х произошел резкий спад интереса к импровизационной музыке, вообще, мне кажется, к творческой музыке в нашей стране, связанной с тем, что часть интеллигенции люмпинизировалась, часть наших слушателей эмигрировала за рубеж, и, скажем, где-то вот с середины 90-х он влачит такое вялотекущее существование. То есть ансамбль как бы есть, иногда он участвует, преимущественно за рубежом, но в нашей стране мы почти не играем. Вообще говоря, на Западе и вот на Дальнем Востоке существует импровизационная сцена, то есть там существует круг публики, который эту музыку потребляет. И существует очень много музыкантов, которые этой музыкой занимаются, имея в виду импровизационной музыкой. В нашей стране практически отсутствуют и музыканты, которые этим занимаются, и отсутствует публика для нее. Допустим, существуют, ну, скажем, люди с культурным уровнем чуть-чуть выше среднего, которые могут воспринимать разные вещи, в том числе и такую музыку. А в Японии или в Западной Европе существуют поклонники именно импровизационной музыки. Это не просто культурные люди, это люди, которые хорошо знают, о чем идет речь. В нашей стране ситуация несколько сложнее, я бы сказал, с этим. То есть у нас есть на такие импровизационные музыки, но, скажем, они не ориентированы на музыку, как именно на музыку. Они ориентированы на модные имена в этой музыке. Как бы они интересуются, скажем, не самой по себе музыкой, хорошо или плохо она сыграна, а какими-то очень яркими, раскрученными именами, и как эти имена, связанные, конечно, все это с изданием каких-то дисков, все, и приезжают к нам эти имена или нет. Ввиду того, что ансамбль Трио не имеет аналогов за рубежом. Не имеет. Не имеет. Его трудно классифицировать. Он не похож на тот фриджаз, который культивировался в Европе, не похож на американскую музыку, не похож на дальневосточную. Он является таким как бы персонажем, сидящим между нескольких стульев. И так как его нельзя проклассифицировать, то он не может войти в моду. Он не может быть модным, он не является товаром. Поэтому как бы приходится его слушать, надо бы, да, но вроде бы как бы в то же время ни перед кем ничем не похвастаешься. Что вот ты знаешь, я был там-то, я был вот то-то. Непонятно, что это такое. В смысле, был на концерте? Да, да. И вот в результате как бы, я бы сказал, что лучшие годы Трио связаны с интересом к Советскому Союзу, когда он был на Западе, и с некоторым общекультурным подъемом, который был в СССР в конце 80-х годов и, может быть, в начале 90-х. Потом все это закатилось, и Трио очень мало признаков жизни подает с этого времени. У нас у всех есть собственные проекты. Мы занимаемся какими-то другими, более конформистскими проектами, иногда менее конформистскими. Но вот Трио это такое как бы у нас некоторое ностальгическое, объект ностальгии для нас. Поскольку, без сомнения, многие не знают, или даже большинство не знает, то скажите, пожалуйста, пару слов о том, как получилось, что именно эти три музыканта, Сергей Летов, Аркадий Кириченко, Аркадий Шелклоппер, в свое время объединились, чтобы создать вот нечто такое. Я познакомился с лидером московского концептуализма Андреем Монастырским. У дома, у Андрея Монастырского, я познакомился с художником Сергеем Бордачевым, который в то время входил в группу, это было в 83-м или 84-м года, в группу «21 московский художник». Тогда существовал горком графики на улице Малая Грузинская, где выставлялись поочередно две соперничающие группировки. Горком графики, это какой-то, извините, какой-то подпольный, да? Нет, он официальный. Официальный был, да? Это было единственное место, где могла выставляться несоцреалистическая живопись в городе Москве. В то время на такие выставки собирались толпы людей, очередь стала от метро. Ну, по крайней мере, километровые очереди выстраивались посмотреть современную живопись. Было две группировки, 20-ка более такая социально-критическая, и 21-ка более такие авангардисты, скажем так. Ну, и вот художник предложил мне, Бордачев, прийти и поиграть у них перед картинами на выставке. В 1984 году я явился, играл, на меня напали оперативники, скрутили меня, завернули руки за спину, увели в какую-то специальную комнату и сказали, что вы тут делаете, есть ли у вас разрешение играть. Сказал, нет у меня такого разрешения, а что дышать тоже нужно разрешение. Не ерничайте. Ну, в общем, меня отпустили, прошел год, и когда Бордачев предложил мне в 1985 году снова там сыграть, то мне показалось, что рискованно снова идти одному. Опять на меня нападут какие-то оперативники, хотя уже была провозглашена какая-то якобы перестройка. Воспоминания были очень живы о том, что это все не так, на самом деле. И я пригласил с собой пару друзей. Один из них – это Аркадий Кириченко, с которым мы познакомились за год до этого на квартирнике. Он играл в капелле «Дикси», то есть музыкант из «Дикси-ленда». А он, в свою очередь, позвал с собой приятеля Аркадия Шилклопера, с которым он вместе когда-то учился в кадетке, в школе военных дирижеров. Шилклопер на то время был оркестрантом то ли Большого театра, да, играл на Волторне. И вот мы встретились, никогда втроем мы друг друга не видели. Мы с Шилклопером точно никогда не видели друг друга и никогда не слышали друг о друге. Мы попробовали импровизировать, и, собственно говоря, вот эти импровизации составили основу репертуара Трио. Вот мы просто импровизировали перед картинами, пообщались с художниками. Там был Зверев, который рисовал нас. Он вообще так рисовал... Тот самый Зверев, естественно. Тот самый Анатолий Зверев. Он на обрывках половину плаката, он отрывал плакаты рекламные этой выставки и мелками, по-моему, за 50 копеек рисовал портреты. Когда он набирал где-то там на 2,5 рубля, то отправлялся гонять за портвейном немедленно. И вот я помню, что мы закончили играть, и Зверев мне говорит, а, ребята, вы уже пошли, красненького берите, красненького. Это последний раз, когда я Зверева видел. Не могу не спросить, как деятельность не то, чтобы даже ансамбля Трио только, а вообще ваша в свое время соотносилась с тем, что делал Курехин. Насколько я знаю, был период, когда вы совместно выступали. Вот это очень интересно. Дело в том, что с Курехиным мы познакомились значительно раньше. И познакомил нас заочно Артемий Троицкий. Он был в Питере и позвонил Курехину, что порекомендовал ему как-то меня найти и со мной познакомиться. Курехин позвонил, мы встретились, обсудили и попробовали вместе играть. И большая часть наших первых встреч заканчивалась с ним грандиозными скандалами. Мы ругались, обвиняли друг друга во всех смертных грехах, обвиняли в профнепригодности, в неумении играть, в неумении мыслить. И, в общем, расставались навсегда. Но проходило где-то месяц или два, и снова, как происходило какое-то сближение, мы снова с ним играли. Я его пробовал приглашать в Москву, не всегда удачно. Он меня часто приглашал в Питер, я ездил туда. И вот так как-то у нас происходило. До 1986 года такое взаимное сотрудничество, не вполне удачное. А где-то приблизительно с 1986 года мы уже стали выступать с ним. Мы как-то помирились, распределили роли. То есть он отвечал за композиционную часть выступления, а я как бы наполнял их соло. Вот так вот мы стали играть дуэтом, съездили в Екатеринбург. И там, в Екатеринбурге, я ему рассказал, что у меня появился ансамбль из трех духовых инструментов, инструменталистов, туба, волторна. И он очень заинтересовался. И в 1986 году он уже пригласил наш ансамбль принять участие в поп-механике. Мы с Кириченко были на Архангельском джазовом фестивале и на обратном пути заехали в Питер. И вот даже на пластинку «Поп-механика-17» Кириченко уже попал тогда. А Шелкопер чуть позже. На следующий год, уже в 1987 году, и он стал принимать участие в поп-механиках. Мы играли в больших проектах. Но именно выполняя каждые свои специфические функции. Дело в том, что оркестр Курюхина, вообще его проект состоял в том, что Курюхин писал музыку не для инструментов, а он писал музыку для людей, которые играют на инструментах. И для него важнее было личное качество человека, его особенности, а не тот инструмент, на котором он играет. Вот как бы. Что отличало Курюхина от всех остальных музыкантов и до, и после знакомства с ним. Он, используя наши сильные стороны, старался создать какое-то полистилистическое полотно, используя наши особенности. И нас втроем, и по отдельности, в рамках его поп-механика. А вот в моем представлении, возможно, это несколько неверно, Курюхину были присущи какие-то такие стихийные лидерские задатки, которые как-то уравновешивались эксцентричностью. Это так? Потому что он был такой лидер-эксцентрик. Курюхин очень сложная фигура. С одной стороны, он был лидер-эксцентрик, с другой стороны, он был организатор. Курюхину свойственно, например, лично в поведении. Ему не свойственны были в обычной жизни лидерские какие-то функции. Он не был центром внимания, скажем, на какой-нибудь вечеринке. Он как раз был таким скромным человеком, которому интересно было посмотреть какого-нибудь эпатирующего человека. В «Друзьях» у Курюхина всегда были персонажи, которыми он восхищался, которые, может быть, вследствие недостатка рефлексии, позволяли себе всякие эксцентричные поступки. И такие вот персонажи рядом с Курюхиным были всегда. Он как бы был, скажем так, влюблён в таких людей, которые могли взять и что-то такое сотворить. Потому что сам он ничего такого не сотворял, только на сцене. А в жизни он как раз... И поэтому вот у него был, например, и я был таким фаворитом когда-то. Я мог себе позволить взять и приехать в Пулково на такси из Москвы, на частники. Вот, допустим. Он восхищался такими поступками. Ну и многими другими какими-то. Или Юра Каспарян. Простой человек, и очень непосредственный был. Или, допустим, Булучевский. Однажды я вспоминаю, что я жил у Саши Кондрашкина. Это барабанщик большинства рок-групп, в том числе и Аквариума, и Поп-механики, и Авеа. И мы записывались, и к нам явились Сологуб, бас-гитарист Авеа, странных игр, и Курёхин. И они привезли Булучевского, любимого саксофониста Курёхина. И устроили подстригание, подстрижку. Подстрижку кого? Всех? Нет, Сологуба. Сологуб обладал парикмахерскими талантами. Решили подстричь, ну, выпив портвейна с корюшкой, значит, постригли Булучевского. Булучевский вообразил, что он солдат американской морской пехоты. Разделся по пояс, выбежал на улицу, перевернул там пивную цистерну, встретил какую-то девушку и остался у ней жить. Назад он уже не вернулся. Даже часть одежды его осталась у нас, потому что он разоблачился в апреле месяце по пояс, унёсся, и вот какая девушка его сердобольная приютила. Всё благодаря Курёхину. Да, вот Курёхин сидел и посмеивался. Вот он любил персонажей такого уровня. Вот как бы у него эта поп-механика в жизни продолжалась, только ему нужно было найти человека и правильно ему поставить какую-то задачу, поставить её в определённый контекст. Собственно, поп-механика на сцене, это тоже была постановка людей в какой-то вот контекст. Причём не обязательно людей. И животных тоже. Потому что там были животные, козёл, например, там, лошадь, которые, он ставил их в определённые условия, и они демонстрировали свои таланты разнообразные. Слушать поп-механику записи, это довольно малоинтересное занятие. Ну, можно, конечно, но это совершенно не то же самое, что её смотреть. Потому что это всё было собрано вот так вот на ходу, это был такой, ну, как бы капустник, карнавал такой, безумный карнавал, где каждый, каждому Курёхе находил какое-то занятие сообразное его талантом. Допустим, козёл выбегал и бодал Алексея Рахова, саксофониста, взад. Тогда, когда Рахов играл тему, напоминающую Фауста Попетти. Вот. Это так импровизационно у козла получилось, и у Рахова. Вот, допустим, лошадь испражнялась на сцене, да, среди оркестра. Такая куча была, из неё такой дымок шёл, порог. Ну, такой крупный объект, как лошадь могли... Да, большая лошадь, на неё телевизионщики включили прожектора, а конь до этого в темноте сидел где-то там. И вот когда всё, этот яркий свет, раздалось такое задиристое ржание, и, значит, всё, что в кишечнике скопилось, упало на сцену. И поп-механика продолжала. Среди этого курящегося дерьма какие-то дамы с голыми плечами играли на скрипках, там какой-то романс из овода, там что-то такое. В одной из поп-механик участвовало, как писал Николай Дмитриев, 464 человека и один козёл. Есть ещё такая интереснейшая тема, которая, пожалуй, является, может, в какой-то степени мостиком между прошлым и настоящим. Это замечательный, совершенно не имеющий аналогов, московский ансамбль ДК, с которым вы, тесно, сотрудничали. В каком состоянии вообще, если можно так спросить, проект ДК сейчас? Ну, проект ДК в том же состоянии, в котором уже давно находится. То есть Сергей Жариков издаёт и переиздаёт старые записи ДК, делает какой-то всё новый ремастеринг и находит какие-то очень редкие записи, которые ранее не издавались. А при этом он дал полный карт-бланш Клемешеву на выступление вместе со мной. Мы воспроизводим альбом ДМБ-85. Это альбом дембельских песен. Альбом, выпущенный Жариковым в виде магнит-альбома в 85-м году, но в несколько большем составе. То есть в нём принимают сейчас участие ещё и несколько гитаристов, барабанщик, клавишник. То есть это вот как бы... При этом Клемешев добавляет ещё всякие ностальгические песни, такой, скажем, тамбовской танцплощадки 70-х, 80-х годов. То есть это как бы первое отделение, а второе отделение это, собственно говоря, уже ДМБ-85, скажем так. И проект этот в ближайшее время мы будем показывать в клубе «Проект Аги» 2 декабря. Можно будет услышать... Это очень редко такое происходит, ну, раз в несколько лет. Поэтому у кого и будет возможность, я приглашаю. Вот в числе прочего был такой период, когда вы играли с вашим младшим братом Егором Летовым в так называемом акустическом формате, когда Егор Летов с гитарой без группы, да, и в составе группы «Гражданская оборона». Для вас это был такой вот опыт в ряду других многочисленных опытов, о которых я говорил, или всё-таки это было, кстати, совершенно особое, учитывая характер репертуара «Гражданская оборона» и учитывая то, что это был ваш брат? Ну, конечно, особое, что у меня был единственный брат. И особое, и не особое. Потому что, с одной стороны, я сыграл огромным количеством рок-групп, и выступления вот такие дуэтные у меня тоже с рок-музыкантами имели, вот в частности, был прецедент такой вот этот ДМБ-85. Кстати, сказать, с братом мы выступали дуэтом, то он исполнял не только свои песни, но и песни ДК. Да, и именно с ДМБ-85 исполнял как раз вот песни «Оттуда». Поэтому это было некоторое, как бы, для меня продолжение, вот такое тоже ностальгическое продолжение ДК. Да, и с точки зрения репертуара Егора Летова, это были редчайшие вещи, он больше никогда это не пел, насколько я знаю. Да, больше то. На самом деле у него был такой проект, и он очень хотел перепеть все песни ДК. Он очень любил группу ДК. Да, я хотел, да, вообще на него определяющее ДК оказало определяющее влияние на его развитие, на коммунизмы в частности. Это все навеяно ДК. И он говорил, я знаю все аккорды, я знаю слова всех песен наизусть, и я вот хочу это перепеть. Вот воспользуемся тем, что ты тоже участник ДК, и тогда мы с тобой возьмем и все это вот исполним. Такой проект был. Вообще первый опыт у нас в сотрудничестве, он же был вообще как бы в другой сфере. Никакие это были не песни, это была инструментальная музыка в самом начале 80-х. Ну а потом он приезжал ко мне, у меня был период после 40 лет, когда я праздновал свои дни рождения в форме больших концертов. И Игорь приезжал с гитарой, и мы с ним играли, как правило, дурачка. А, ходят дурачка. Да, да, и я там играл на саксофоне, там импровизировал. У нас сближение этого произошло, скорее, не на музыкальной, на политической форме, потому что я человек лево коммунистических убеждений, и период, когда он эти убеждения разделял, между нами существовал определенный консенсус. Вот, так что вот так. Понятно. Ну и вот, насколько я знаю, сейчас довольно много каких-то новых у вас проектов, в частности, вот, нечто связанное с электронной музыкой. Вот, если можно, пару слов про это. И что в ближайшее время будет у вас, ну вот, кроме того, о чем вы уже сказали? В Москве, прежде всего. Ну, у меня будет это выступление с Олегом Гаркушей, поэтом, и шоуменом аукциона, где я вот, в основном, занимаюсь музыкой, компьютерной музыкой вместе с ним. И вроде бы ему это нравится, то, что вот постепенно, от использования разнообразных маленьких флейт, свисточков, дудочек, погремушечек, все перешло к использованию Макинтоша и духового контроллера. И среди новых проектов, самых, мне кажется, ярких, которые будут у меня в этом году, это сотрудничество с чешским диссидентом и андерграундом музыкантом, которого зовут Микалош Хадима. Он приезжает в Россию на книжную ярмарку, с ним приезжает его... Non-fiction. Да, да, да. Это MCH-бэнд, это андерграундный чешский ансамбль такого рок-авангарда. Вот, и мы выступаем вместе с ним в проекте ОГИ и на улице ОГИ. В проекте ОГИ 7-го, на улице ОГИ 4-го. Он тоже саксофонист. Мы попробуем играть с ним в два саксофона. Вообще, впервые о чешском андерграунде я как раз услышал от своего брата, который очень увлекался чешскими андерграундными рок-группами, диссидентскими. Вот, в 80-х годах. И вот, как бы, получается, его рассказы, они приходят к некоторому такому реализации уже после его смерти. Ему самому не удалось с такими людьми свидеться и пообщаться. А мне, получается, уже после его смерти удастся. Ну что же, не будем считать, что все точки над всеми О уже расставлены. Пусть этот процесс будет, скорее, перманентным. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Сегодня в нашей студии был музыкант Сергей Летов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова